Представляя документ, спикер Крымского парламента напомнил депутатам основания для его появления. 20 февраля, обращаясь к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием, президент поручил устранить несправедливость, с которой столкнулся ряд пенсионеров в стране после индексации пенсии. В случае, если пожилые россияне получали сумму свыше прожиточного минимума, их социальная доплата автоматически аннулировалась. То есть, к примеру, если пенсионеру положена пенсия в 7500 рублей, а это ниже прожиточного минимума, он имеет право сегодня на федеральную социальную доплату до прожиточного минимума. В Крыму это 8370 рублей. Социальная доплата составляла в этом случае 870 рублей. Теперь, когда измененный закон о государственной социальной помощи вступит в силу, индексировать будут основную получаемую пенсию без учета дополнительных социальных выплат. Для примера, 7500 плюс условный 6 процентов, 7950 рублей. Социальная доплата в таком случае будет составлять 420 рублей. Но пенсионер в итоге все равно получает 8370 рублей. Поэтому, как сказал президент, сначала необходимо было довести пенсию до прожиточного минимума и лишь потом проводить новую индексацию. Помимо этого, речь идет о перерасчете с начала текущего года социальной доплаты к пенсии на основании порядка материального обеспечения пенсионеров и выплату им недополученных сумм. Предполагается, что сумма пенсии и ежемесячных выплат включается в подсчет общей суммы при определении доплаты к пенсии, а индексация ее размера не должна уменьшать размер социальной доплаты. Проще говоря, сумма последняя не будет включена в подсчет. Она будет выплачиваться сверх размера пенсии. В России, как отметил спикер Государственного совета, на реализацию проекта федерального закона потребуются дополнительные деньги из федеральной казны. В нынешнем году сумма составит почти 19 миллиардов рублей. Самой крупной она окажется в следующем – 20 миллиардов. Еще через год пенсионерам на соцдоплаты выделят свыше 19,5 миллиардов рублей. Тарас Брезинский, Служба новостей и ТВ.